Бороться с зайцами помогут пирамиды. В московском метро-эксперимент турникеты на станции Царицына оборудовали специальными надстройками. По замыслу разработчиков они и остановят безбилетников прыгунов. Но, как выяснил Леонид Шпилёв, зайцы со стажем сдаваться не намерены. Эти конструкции многие москвичи с просони принимают за новогоднее оформление. Прикрученные к каждому турникету, они похожи на абстрактные фигурки новогодних ёлок. Но одна категория пассажиров сразу определила их непраздничное назначение. Где-то в этом районе опирались и ногами вперёд перепрыгали. Вот этот заслон, который срабатывает автоматически. Сейчас это сделать невозможно. На станции рассказывают, эти пирамиды привели местных зайцев в форменное замешательство. За двое суток ни одной попытки совершить прыжок. А ведь скакали, особенно молодёжь. Кто-то пытается примериться и сейчас, но потерпев неудачу, отправляется в кассу. Раньше в этой станции метро прыгало очень много людей, все подростки. А в данный момент, когда установили эти конусы, не наблюдается прыжков. Подходят люди, а задачи возвращаются в кассу для покупки билета. Они стоят, правда, пока в одном вестибюле, южном. С северной стороны Царицына прыгать ещё получается, но осталось, говорят, недолго. В службе контроля объясняют эксперимент продлиться месяц. Затем руководству метрополитена придётся решать, ставить эти конструкции дальше или отказываться. Но уже сейчас по дневной выручке и статистике задержания зайцев можно предположить, каким будет это решение. Положительный прирост денежный есть. 150 до 200 человек возвращало. Но за вчерашний, сегодняшний день никого возвращать не пришлось. То есть пока эффект положительный. Это и правда пока, утверждают местные зайцы со стажем. Объясняют, нужно просто привыкнуть. Перепрыгнуть и такой турникет можно. Сейчас присматриваются и размышляют над техникой. Да и против других способов бесплатного проникновения в метро, паровоза или отжатия подвижных створок ещё ничего не придумали. Прыгунов это не остановит, кто постоянно прыгает. Но они не нужны. Это без толку. Всё равно пройдут люди, которые захотят пройти бесплатно. Ведь это, объясняет Иван, стиль жизни. Он всегда с собой носит проездной и всегда старается проехать бесплатно. Получается, часто вот и пирамиды на Царицыно опытному зайцу не помешали. Но, говорят, в метро эксперимент лишь начинается, если из 7 тысяч ежедневно задерживаемых безбилетников хотя бы тысяча перестанет нарушать правила, эффект можно будет считать достигнутым. Леонид Шепелёв, Михаил Девяткин и Егор Долинский. Вести. Москва.